Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте, друзья, ставить лайки. Ну что ж, к событиям на финансовых рынках и прямо сейчас мы наблюдаем за ситуацией, когда рост курса американского доллара накладывается на восстановление американского фондового рынка. То есть растет вроде бы как эталонный представитель защитных инструментов индекс доллара и растет тот же самый S&P, который является бенчмаркой вообще отношения инвесторов к риску. Ранее, несколько недель назад, я уже делал акцент на то, что, друзья, это ненормальная динамика, поэтому раз происходит такое, значит, мы не должны неправильным образом реагировать на то же самое изменение доходности американского рынка облигаций. Собственно, та ситуация, которая развивается в моменте по десятилеткам, доходность 1,41%, это не база, на которой будет выстраиваться дальнейший рост облигаций, который заставит трейдеров отказаться от идеи продажи американского доллара. Потому что, если вы, друзья, все-таки поверите в ту идею, что повышение доходности американских казначейских трейджерис в последнее время — это не временное явление, а новая реальность и тенденция, новый тренд, вы должны автоматически верить в то, что дальнейший рост инфляции в США из-за меры экономического стимулирования будет настолько значительным, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику. Но этому не бывать, потому что ФРС не может позволить себе в текущих условиях, а текущие условия даже в лучшем случае, если ковид окончательно отступит и не будет повторных вспышек, новых штаммов, на экономическое восстановление после последствий пандемии потребуется несколько лет. И если все-таки закрыть нам все это глаза и задаться вопросом, когда же американский регулятор сможет позволить себе повысить процветную ставку, друзья, запомните мои слова, это произойдет не раньше конца 2023 года. Как вы понимаете, очень много времени еще впереди, времени, когда американский регулятор будет работать с текущими параметрами денежно-кредитной политики, низкой процентной ставкой и весьма амбициозной и большой масштабной программой количественного смягчения. Если вы не согласны с этой точкой зрения, вот, пожалуйста, комментарий главы ФРС отделения регионального Ричмонда Баркина, который в интервью Wall Street Journal накануне так и прокомментировал, что инвесторы, трейдеры не совсем верно интерпретируют ожидания, настроения и комментарии американского центрального банка, потому что ни в одном из последних заявлений, ни в одном из последних выступлений Джером Пауэлл, который возглавляет федеральную зерную систему, не дал сигнала в сторону того, что американский регулятор готовится к повышению процентной ставки. И более того, он неоднократно комментировал ситуацию, что ожидают рост инфляции, но поскольку этот рост будет незначительным, контролируемым, это не причина, из-за которой сейчас ФРС начал бы, собственно, ручно через ужесточение условий монетарной политики ухудшать обстановку внутри экономики в эти непростые времена. Поэтому таких призывов, на самом деле, комментариев очень много от разных представителей ФРС. Мы знаем это от Джерома Пауэлла. И в сухом остатке, друзья, я вывожу вас на логичный исход и вывод, который нужно делать, что восстановление доходности американских облигаций – это не тенденция, которая продолжится. Это не тенденция, из-за которой нужно сейчас в суматохе отказываться от идеи продаж доллара и верить в то, что американская валюта сможет в долгосроке восстановиться. Прежде чем это произойдет, друзья, мы коснемся не только многомесячных минимумов, мы уйдем на обновление многолетних лоу. И произойдет это уже в рамках этого года. То есть надо только ждать. И к тому же впереди у нас мощный катализатор – это новый пакет экономических стимулов. Мы ждем до 14 марта, что этот пакет будет одобрен. Напомню, в Палате Представителей без сучка и без задоринки все прошло. В принципе, демократы дали зеленый свет. Сейчас документы в Сенате. В Сенате голоса распределены 50 на 50 между демократами и республиканцами. Даже если республиканцы тотальным образом всем большинством проголосуют против этого документа, поскольку распределение 50 на 50 требуется и нужен решающий голос. И этот решающий голос идет за вице-президентом США, который, как вы понимаете, демократ, и который точно поддержит этот пакет экономических стимулов. Поэтому можно сказать, вот, зная все вот эти политические интрижки, что пакет экономических стимулов, он на подходе. Друзья, давайте ждать его. Давайте его дождемся. Поверьте, при том вливании, которое ожидается сейчас в экономику, доллар рискует очень серьезно потерять. Вспомните, что было с долларом в 2020 году. И вспомните, как слабость американской валюты накладывалась на вот эти бешеные экономические стимулы. Поэтому по доллару, который, признаю, покупатели, которого очень успешно сейчас используют время до 14 марта, когда нет еще решения по экономическим стимулам, укрепляют позиции бакса, на этом зарабатывают. Те, кто открывал короткие позиции, им приходится в такой ситуации ждать. Друзья, ну, те, кто умеют ждать, они непременно будут вознаграждены. Что касается рынка нефти, 62.77, напомню, что с отметки 63.50, можно сказать, я в игре ставлю на дальнейшее снижение бренда, вплоть до отметки 60 долларов за баррель. Рекомендую вам также присматриваться к продажам. Эти рекомендации я давал еще и на прошлой неделе, аргументировал их тем, что мы фактически вот-вот станем свидетелями исхода очередной встречи Министерского комитета ОПЕК, плюс 3-4 марта, на котором примут решение о росте нефтедобычи на 500 тысяч, еще, как вы помните, Саудовская Аравия добавит 1 миллион, плюс 1,5 миллиона, которые поступят на рынок. Это достаточно, чтобы, если не спровоцировать новый тренд по рынку нефти, то для того, достаточно для того, чтобы хотя бы испугать сейчас покупателей и сдуть немножко нефтянку. Нам не нужно, ну, лично мне не нужно 30%, 40% коррекции, вот 60%. Мы увидим это фактически с той точки входа, которую анонсировал, около 5%. Будет здорово. Американский фондовый рынок, друзья, 3880 пунктов, 2,5% СНП прибавил за вчерашний день. Это, опять же, указывает и свидетельствует о том, что рынок, может быть, и перегрет, но хочет еще обновить не раз исторические максимумы. Покупатели сохраняют свои позиции и, соответственно, при хорошем новостном фоне, а хорошим новостным фоном может быть как раз решение, может стать решение об экономических стимулах. Мы точно увидим по СНП 4 тысячи пунктов. Доллар канадец 1,2686. Сегодня для канадца важный день, потому что нефть снижается. Это негативный фактор для канадского доллара. В 16-30 выйдет еще отчет по экономическому росту Канады. Ожидание за декабрь слабые 0,3% прироста с прошлого значения расширения экономики на 0,7%. Это тоже может быть воспринято в негативном ключе. А если реальная цифра окажется на отрицательной территории или в районе нуля, то канадцу будет совсем плохо. Цели 1,28-1,30. Но мы долго с вами ждали, друзья. Я думаю, что на отметке 1,28 точно не нужно будет отказываться от этой сделки. Нужно будет дожимать до уровня 1,30. Австралийцы против доллара сегодня по горячим следам прошедшего заседания, решения по процентной ставке, объемам программы количественного смягчения, прогнозам ничего по сути не изменилось, ничего интересного. Аудиторику мы прекрасно знаем. Но опыт реакции австралийцы на последние решения, аналогичные, когда ничего не менялось в рамках параметров денежно-кредитной политики, подсказывает мне, что можно попробовать использовать потенциальный откуп этой валютной пары для того, чтобы заработать. Котировки 0,7753 в моменте, сделка байстоп с уровня 0,7780. Евро против доллара 1,2016 уже не раз отмечал, что отметка 1,20, диапазон 1,21 – классная точка входа на долгосрок. Ждем восстановления евро, которое последует за снижением курса американского доллара. Евро сейчас копит очень хороший заряд дополнительной бодрости в виде макроэкономической статистики индекса производственного сектора. Германия и еврозоны вчера не разочаровали, не подвели. Хороший фон. Сейчас я понимаю, конечно же, что на фоне курса доллара весь риск валится, но евро уже достиг довольно серьезной психологической поддержки, которая не раз себя отрабатывала и показывала в лучшем ключе. Поэтому ждем роста пары евро-доллар. И фунт против американца, здесь ставка на снижение сохраняется, цель 1,3710. Друзья, вот с этой отметки я уже выйду из этой пары и буду снова присматриваться к покупкам. Напоминаю, что завтра Минфин Англии представит бюджет, в котором точно в каком-то формате, не знаю точно в каком, но должны быть сделаны акценты или даже прописаны условия повышения корпоративного налога. И вопрос тут один, после этого станет ли Англия худшей страной для ведения бизнеса? Вряд ли корпоративный сектор, бизнес настроение, может быть даже и потребители в каком-то формате на такого рода новости отреагируют положительным образом. Поэтому я все-таки жду по фунту до боя до отметки 1,3710. Друзья, на этом, собственно, все. Спасибо вам за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!